Щебенка вместо асфальта и постоянный шум. Жители Академгородка возмущены после ремонта водопровода. Во дворах остались ямы. Асфальтовое покрытие коммунальщики сняли и до сих пор не восстановили. Те оправдываются. Непогода мешает и денег не хватает. Лидия Захарова разбиралась. Часть тротуарной плитки сложена в стороне. Вместо заасфальтированной парковки щебень. Камни разлетаются по дороге. Знаете, мешает вот это, что на дороге лежит. Там все равно для меня. А вот это, конечно, куда годно. То есть камешки вот эти? Да, конечно. Вот хотя бы дворник подмел. Все это осталось после ремонта водопровода. Дефект устранили, яму закопали и сверху засыпали щебнем. Покрытие не могут восстановить уже несколько недель. Похожая ситуация и в соседнем дворе. Вот это оживленный проезд между двумя домами. Именно через него машины попадают во двор. Еще недавно здесь был хороший асфальт. Теперь после ремонта осталась большая яма. Ее просто засыпали крупным щебнем. И объехать нет никакой возможности. Самые осторожные водители теперь, чтобы попасть к подъезду, петляют по соседним дворам. Основная проблема даже не в том, что машинам тяжело проехать, а в том, что очень шумно. Дом проходной, сквозной. Вы сейчас можете наблюдать это, что ежедневно и днем, и ночью. И ночью, и днем машины ездят. То есть практически людям крайнего подъезда нашего дома, 42-го, ночевать спокойно невозможно. Здесь тоже ремонтировали водопровод и тоже не восстановили асфальт. Энергетики обязаны это делать. Но, говорят, мешает дождь и денег не хватает. По большей степени, конечно, мешает погодные условия, потому что вложить асфальт в ямы с водой, тоже это как бы нехорошо. А нехватка денег, да, это можно заметить и обратиться к муниципалитету по поводу, может быть, разработки какой-то программы по поддержанию таких предприятий. Жильцы домов на Терешковой говорят, что узнавали, заасфальтировать поврежденный участок стоит всего несколько тысяч рублей. Люди так устали от шума, что готовы сами собрать деньги. Депутаты обещают, все будет сделано за счет подрядчика. В обозримом будущем, ближайшем будущем, то есть будет сделано не когда-то там непонятно, когда не скоро, а ну вот ближайшие там недели-две это обязательно должно быть сделано. Ну и мы сейчас тоже, еще раз повторюсь, взяли на контроль все эти вопросы и тоже в свою очередь отслеживаем ход производства этих работ. Во дворе на Терешковой восстановить покрытие в срок рабочие не успели. Он истек 10 июля. Сейчас энергетики говорят, как только закончатся дожди и просохнет земля, разрушенные дороги заасфальтируют за пару дней. Лидия Захарова, Константин Стремаусов. Новости здесь, Новосибирск.